приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов и так администрация дзен мне вроде бы разрешила продолжить этот цикл публикации они пришли к выводу что они исторические они затрагивающие остро социальную тематику и могут быть восприняты неоднозначно и вот я надеюсь продолжу рассказ об экономике политаризма я очень надеюсь что смогу подробно рассказать об этой экономике поскольку боюсь этот рассказ будет первым мне не попадалось еще исследование по политарной экономике напоминаю политаризм или азиатский способ производства это секретный способ производства секретный потому что его изучение было запрещено в учебных заведениях советского союза и понятно почему политаризм согласно классик марксизм и ленинизм хуже не только капитализма но это же рабовладение если же его официально изучали бы в ссср то даже школьникам стало бы ясно что у нас и близко не было никакого социализма а у нас классический политаризм мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке вместе с тем здесь есть вопросы сила в нашем мире часто обратная сторона слабость и наоборот и в экономике политаризма это проявилось в полной мере его экономика в двадцатом веке не раз оказывалась не просто эффективнее а намного эффективнее экономик самых развитых стран именно эти вопросы я и хочу рассмотреть и наглядно показать какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент владимир путин итак сейчас мы рассматриваем индустриализацию в советском союзе которая которую многие называют экономическим чудом и резон есть с 1929 года по 1941 год ввп советского союза вырос в шесть раз и советский союз стал второй экономикой мира после сша но никакого чуда здесь нет прошлой публикации я пояснил что иосиф сталин по сути взял эти деньги у нас с вами взял кредит у будущих поколений и мы по сей день не можем с этим кредитом расплатиться именно это и привело к развалу ссср именно политика сталина а не политика горбачева как очень любит даже не говорить а кричать новенклатуры но каким образом сталин взял кредит у нас я объясню свое время впрочем нет начну я это объяснение уже в данной публикации но именно начну также я сказал что индустриализация стоила советскому союзу минимум 9000 тонн золота советский союз же на момент его начала имел аж 140 тонн золота современные так называемые ведущие экономисту пишут полную ахинею заявляя что золото для индустриализации дала изъятие принудительное хлеба у населения ходе коллективизации а также токсины но это все я уже объяснил предыдущих публикациях равно как я уже сказал и повторюсь деньги на индустриализацию дала сама индустриализация поскольку она была сверх рентабельной сверх же рентабельная она была потому что я здесь повторю свое заклинание советская экономика носила экстенсивный характер но о том что такое экстенсивный характер экономики мы тоже поговорим свое время тем не менее вопрос где сталин взял стартовый капитал для индустриализации существует и на него пора ответить тем более что ответ на него очень просто очень хорошо известен и очень хорошо отработан в советских документах своего времени прежде всего в материалах 14 съезда вкпб индустриализация как таковая масштабно началась в 1928 году но подготовка к ней понятно началась гораздо раньше конкретное решение начать индустриализацию было принято как я уже по сути сказал на 14 съезде вкпб в конце 1925 года съезд прошел в москве 18 31 декабря он так и вошел что в историю ссср что в историю кпсс как съезд индустриализации и на этом съезде стали четко и ясно ответил на вопрос где взять деньги для индустриализации и как об этом умудрились забыть наши ведущие экономисты лично мне совершенно непонятно конкретно сталин сказал эта цитата поэтому лучше зачитаю два слова об одном из источников резерва о водке есть люди которые думают что можно строить социализм белых перчатках это грубейшая ошибка товарищи ежели у нас нет займов ежели мы бедны капиталами и если кроме того мы не можем пойти к кабалу к западноевропейским капиталистам не можем принять тех кабальных условий которые они нам предлагают которые мы отвергли то остается одно искать источников других областях это все-таки лучше чем закабаление тут надо выбирать между кабалой и водкой и люди которые думают что можно строить социализм белых перчатках жестоко ошибаются материалы 14 съезда вкпб том 7 страница 340 сталин также дал клятвенное обещание что применение водки как источника получения средств для индустриализации это чрезвычайная мера и как только надобность не отпадет он от нее сразу же откажется то вот только он и подумал это свое обещание выполнить то есть стартовый капитал для индустриализации в советском союзе дала массовая продажа водки населению это тоже является кредитом а точнее частью кредита у будущих поколений которые мы не смогли выплатить до сей день как наши ведущие экономисты умудрились забыть об этом общеизвестном и отлично отработанном документах факте и писать глупости насчет хлеба и токсинов лично мне совершенно непонятно нужно также отметить что столь значительное средство советскому бюджету продажа водки смогла дать прежде всего в силу политарного характера советской экономики то что продажа наркотиков невероятно выгодно хорошо известно наркобизнес если его конечно можно назвать бизнеса безусловно самый рентабельный бизнес на нашей планете рентабельность тысячи процентов годовых в нем никого не удивляет продажа водки алкоголя вообще это тоже чистой воды наркобизнеса хотя эта продажа нигде кроме мусульманских стран и не признается таковым именно поэтому на протяжении многих веков практически все государства старались ввести на продажу алкоголя так называемую винную монополию то есть продавать алкоголь и извлекать из него сферы доходы имеет право только государство чему понятно всячески противился частный бизнес так например царская россия к 20 веку винная монополия была введена в большинстве губернии и доходы от нее составляли ни много ни мало до 32 процентов бюджета однако в 1914 году связи с началом первой мировой войны царской россии был до факта введен сухой закон который решительно поддержал придя к власти и владимир ленин но в 1924 году продажа водки население в советском союзе была возобновлена а дальше продажу начали быстро увеличивать равно от начали быстро увеличивать и цену водки по некоторым данным в 30-е годы водка начала давать порядка 12 процентов бюджета ссср но с ними не все согласны полагая что доходы советского бюджета от продажи водки были куда больше просто они тогда по вполне понятным причинам были засекречены и должен сказать со всей ответственностью это очень похоже на правду после нэпа государство в ссср стало полным монополистом а точнее сверх монополистом на любую торговлю и любое производство в него просто не осталось внутри страны никаких компонентов именно в этом состоит уникальность советской экономики как я уже не раз отмечал она стала не просто политарной она стала гипер политарной и понятно государство в таких условиях устанавливал на водку и алкоголь вообще любую цену абсолютно любую в том числе и намного превышающую их себестоимость и это дало возможность получать от водки доход который и не снился царскому правительству есть некоторые цифры их я тоже лучше зачитаю по данным издания коммерсант власть номер 18 от 11 05 2015 года я уже сказал все что было связано с продажей водки было строжайше засекречено а именно 15 сентября 1930 года предбюро цква кпб было принято сверх секретное решение особая панка о резком увеличении продажи водки равна как постепенно не афишируемым увеличение ее цены для населения и такая политика начала стремительно но негласно проводиться в жизни данное издание дает полную картину но я скажу только что в конечном итоге это тысячи это к 1953 году привело к тому что водка цитирую продавалось уже по 40 рублей за бутылку при себестоимости 4 рубля 47 копеек царскому правительству такое соотношение даже не снилось нужно также сказать что эта политика была предельно лицемерной и проводилась в условиях так называемой мощной антиалкогольной кампании которая начата была руководством советского союза в 1929 году эта политика продолжилась и активно продолжилась и после сталина по некоторым источникам к семидесятым годам доходы бюджета советского союза на четверть состояли от лодки скорее всего они были еще больше я уже сказал я кстати настроен поговорить об этом подробнее на мой взгляд здесь особенно интересное исследование академика федора углова я уже начал разговор об этом в большой статье правда и ложь об алкоголизме первую часть я уже публиковал опубликовал но их будет несколько ссылка на первую часть будет под роликом академик углов считал что эта политика нанесла просто немыслимый вред нашей стране частности в ссср к 80-м годам практически не осталось непьющих людей а количество алкоголиков и пьяниц стало просто запредельным а сколько в результате этого начала рождаться детей уродов и детей с прожденной дебильностью это вообще тема для отдельного разговора и нужно добавить что полагаю что сейчас ситуация только усугубляется и это только первая цена сталинского экономического чуда и наверное она самая страшная и что еще хуже самое гнусное и отвратительное повторю позже мы детально поговорим об этом но тем не менее даже эта цена здесь не главное какую главную цену за экономическое чудо мы заплатили и продолжаем платить благодаря великому сталину мы детальнее поговорим в следующем коммуникациях если понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах смотрите мои аналогичные ролики какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии и подписывайтесь на канал пишите комментарии что